Туктамышева. У меня неплохие шансы попасть на чемпионат мира. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила свои шансы на попадание в состав команды на чемпионат мира 2021, который будет проходить в Стокгольме Швеция с 22 по 28 марта. Я постараюсь сделать все возможное. Не знаю, в каком формате пройдет турнир, для меня главное хорошо откататься на финале Кубка и попасть туда. А лед везде одинаков. Думаю, у меня неплохие шансы попасть на чемпионат мира, если все пройдет хорошо, сообщила Туктамышева. Напомним, у женской российской команды три квоты на чемпионат мира, одна из которых уже занята действующей чемпионкой страны Анной Щербаковой. Вторая путевка, вероятно, отдана Александре Трусовой. Она пропустит финал Кубка России, но рассчитывает выступить в Стокгольме. Третья путевка будет разыграна в финале Кубка России в Москве 27 февраля, 2 марта, где главной конкуренткой Елизаветы будет Алена Косторная. Замена для чемпионки. Новая звезда Тутберидзе может оставить Трусову без Олимпиады. Дарья Усачева завоевывает медали даже без сложных прыжков. Неужели в Пекин поедут только фигуристки Этери Тутберидзе? В эпоху четверных, фигуристки, не владеющие сложнейшими прыжками, автоматически записываются в оутсайдеры. Помните, как пару лет назад все сокрушались, что Алене Косторной с ее изумительно красивым катанием нечего противопоставить к водисткам Трусовой и Щербаковой? Теперь в той же ситуации оказалась другая ученица Тутберидзе, Дарья Усачева. 14-летняя фигуристка удивляет совсем не детской передачей образов и уже сейчас получает космические оценки за компоненты. За несколько месяцев из фигуристки второго эшелона Дарья превратилась в настоящую звезду с личными болельщиками и собственным стилем. Неужели именно Усачева поможет Тутберидзе оставить без Олимпиады ушедших от нее Трусову и Косторную? Усачева попала к Тутберидзе не с первой попытки. Дарья Усачева родилась в Хабаровске, там же она впервые встала на коньки. Талант у девочки обнаружился сразу, но возможностей для его развития на Дальнем Востоке практически не было, поэтому семья Даши перебралась в Москву. Мама хотела отдать девочку в ЦСКА, но Хрустальный оказался ближе к дому. К тому времени набор в школу уже был закрыт, но Усачевой пошли навстречу, девочку приняли в группу Оксаны Булычевой. С ней Даша выучила все двойные прыжки. В 10 лет Усачева решила попытать счастье и прийти на просмотр Катери Тутберидзе. Без тройных прыжков фигуристку не приняли, поэтому она перешла в группу Анны Царевой, воспитавшей призера чемпионата мира Анну Погоривую. Всего за год Усачева выучила все тройные прыжки, освоила каскады 3-3. С таким набором ее приняли в группу Тутберидзе, но первый год в новой обстановке дался Даше тяжело. Девочка чувствовала огромную ответственность из-за постоянной боязни ошибиться, никак не могла раскрепоститься и поймать уверенность в себе. Тренерам пришлось работать не только над техникой, но и над психологией юной фигуристки, и такой подход быстро принес результат. Усачева часто каталась в одно время с Загитовой и Трусовой, которые восхищали ее трудолюбием и упорством. Алину спортсменка и вовсе считает примером для подражания. «Загитова, мой кумир, у нее очень сильный характер», — признавалась Усачева. Сложнейшее испытание на чемпионате России. Как только Усачева обрела уверенность и научилась справляться с ответственностью, прогресс ускорился. Даша стала частью нового трио Тутберидзе, которое болельщики окрестили в ух. Валиева, Усачева, хромых. В прошлом сезоне Даша расположилась следом за Валиевой и американкой Алисой Лью в финале юниорского гран-при. А на юниорском чемпионате мира преподнесла, возможно, главную сенсацию турнира. Дарья неожиданно завоевала серебро, опередив превосходящую ее по сложности прыжков Лью. Но по-настоящему заговорить о себе как о восходящей звезде и фигуристке, способной на большие достижения, Усачева заставила буквально в последние месяцы. Ее чистые прокаты на этапах Кубка России в Москве и Сочи завораживали болельщиков и приносили огромные по меркам юниорки без ультра-си баллы. В целом она очень достойно показала себя на ее первых двух соревнованиях. Она стрессоустойчива, может катать на максимум то, что умеет, говорил о достоинствах ученица Даниил Глейхенгаус. На чемпионате страны Усачева в очередной раз подтвердила слова своего тренера и показала настоящие чудеса хладнокровия. Фигуристка успешно откатала короткую программу, а в произвольной столкнулась с сильным волнением. Прямо перед Дарьей изумительные прокаты выдали Трусова, Валиева и Щербакова, набрав запредельные баллы. Отвечать Усачевой было нечем, да и обстановка в зале не слишком помогала сосредоточиться. Помарка на ровном месте только подчеркнула, насколько сильный мандраж испытывала Даша, но в целом она вновь показала чудеса хладнокровия и стала первой после великолепной тройки медалисток с ультра-си. Усачеву смело можно назвать главным открытием сезона среди фигуристок. Девочка очень артистична и буквально заставляет зрителей погружаться в суть своих программ. Забывать о оценках и наслаждаться тонкой красотой момента. В своих программах Усачева удивительно органично и правдоподобно, хотя для большинства ее ровесниц подобные трагические образы откровенно великоваты. Причем дело не только в музыкальности, Даша скрупулезно готовится к новым ролям. К примеру, для перевоплощения в Джульетту фигуристка посмотрела фильм и прочитала Шекспира на русском и английском. По уровню интерпретации Усачева часто сравнивают с Косторной. Дарья, как и Алена, славится мягким легким катанием, заслуживающим высокие баллы за компоненты. В группе Тутберидзе однажды уже смогли превратить превосходную катальщицу в лидера мирового фигурного катания, так что наверняка по этому же пути поведут и Усачеву. Главный скрытый резерв Усачевой кроется в сложности прыжков. Условный тройной аксель не сделает ее чемпионкой, но поможет сократить пропасть в баллах от Валиевой, Щербаковой и Трусовой. Работа над Трикселем идет непросто, но в группе Тутберидзе верит в успех. Тройной аксель пока в процессе, у него хорошая высота, но пока немного не хватает крутки, даже если она его почти выезжает, есть недокруты. Сначала надо докрутить, потом будем говорить о выезде и уже дальше вставлять в программы. Главное, что она его тренирует. А кто тренирует, у тех и получается, рассказывал Глейхенгаус. Зная упорство тренеров Хрустального в достижении цели, можно не сомневаться, что тройной аксель у Усачевой появится. А может, за время до Олимпийского сезона Даша освоит и один из четверных. При всех плюсах Усачевой, на данный момент ее участие в Олимпиаде кажется менее вероятным, чем Трусовой, Валиевой или Щербаковой. Но, во-первых, на Дашу работает время. А во-вторых, с Усачевой Тутберидзе может быть уверена, что как минимум две ее фигуристки поедут в Пекин. Но, конечно, в Хрустальном наверняка мечтают занять всю российскую квоту. И именно Усачева может стать тем самым третьим элементом, который оставит без Олимпиады в Трусову и Косторную.